МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Добро пожаловать на канал! Если понравился такой контент, подписывайся на канал, ставь лайки, комментируй. Сегодня у нас вкусненькое видео будет. Вам же попробую это передать. По количеству соли, по вкусу. С гарниром не хочу сильно заморачиваться. Сейчас разогреем, кинем маслица чуть-чуть. Такой будет самый дешевый гарнир. Выберем какую-то тушенку. Свининку красивую такую. Уже времени нормально прошло. Дегустация будет по три банки. Ананас на закусочку. Насчет картошки. Скорее всего, буду выкидывать. Вот эту тем более. Смотрите, что с ней случилось. Получается, вот тут, где было зажарки много, десальца, то есть, это самая последняя банка, то все нормально, в принципе. Не повздувались, ничего. А по цвету, видите, какое. Вот, например, картошка с мясом. Просто замечательная. Желтая, это сало будет дольше храниться. Потом, если не любите жир, можно убрать. Мы уже пробовали эту картошечку. Очень вкусная получилась. Утка с яблоками какая красивая. С предыдущего видео. В следующей дегустации будем пробовать рыбу. У меня тут много ее. И в алии, и в томате. Сазан, например, закрывал я в обычной крышке. Смотрите, как втянуло. Это самые первые мои закрутки. Сом в алии. Уже настоялся. Судак есть. На канале такого видео нет. Пригоревшее немножко. Грибочки мне не очень понравились, конечно. Вот эти шампиньоны. Белый гриб очень вкусный. Вешенки так себе не очень. А шампиньоны вообще, надо как-то по-другому их готовить. Пахнет. Жирок сверху. Тут такие куски огромные, что в магазине вы такое не купите. Какой кусок положите, такая тушенка и будет. На волокна распадается. Отлично. Это мы сидим, это мы закроем. Вот и такой запах непонятный есть. Перепил и есть таким запахом. Смотрите, какая крышка черная. Из тушенки. Такие вещи надолго не оставляйте. Буквально там 3-4 месяца и надо съедать. Вроде бы и запах тушенки, но на заднем плане есть какой-то такой неприятный запах. Не рискну я ее есть, отдам собакам. По соли отлично просто. Замечательно. Я сюда кидал по одной чайной ложке. Так, без горочки. Тушистый бросал и черный перец. И лаврушку. Есть вышняк домашний. Кстати, ананас в 3-х литровый неплохой получился. Смотрите, сколько сока. На Новый год я уже пробовал его. Сейчас он должен быть еще вкуснее. Спиртометром проверить. Налью полную. Около 8-ми, да? Не дотраглуются до дна. Это вроде не. Очень вкусное, насыщенное. На Новый год, конечно, не такое было вкусное. Оно чем дольше стоит, тем лучше. Такой насыщенный вишневый вкус. Класс. Не буду вас смущать. Сейчас доем и открою ананасик. Насадка немного, где-то сантиметр. Закрывался 6-го, 10-го. Королевский. Запах божественный. Вот что, ананас я точно рекомендую закрывать. Очень вкусный получается. Это он более мягкий стал. Настоялся. Да, такой мягенький стал. В тот раз был потверже. Смотрите, аж распадается на волопна. Теперь с сахаром в норме. Кто не видел это видео, переходите, все сбоку будет подсказка. Ну, возможно, немножко надо меньше сахара. Ну, на любителя. Я вообще люблю сладенькая сладкая ежка. Для меня вполне норме. Эта часть кожуры, я думал, будет твердая. Вполне нормально. Так, ну, подобьем итоги нашей дегустации. Ананас тут без вопросов. Детям вообще понравится. По свиной тушенке тоже все в норме. По соли, по всему, все четко. Даже, возможно, можно добавить еще немножко соли. Насчет перебилов я не уверен. Я что-то не рискую его есть. Хотя на вид мясо отличное. Может, режим не тот был, температура, время. Не знаю. Возможно, надо было раньше его есть. Надо чаще дегустацию делать, перепробовать всю эту консервацию. Чтобы уже знать, что годится для готовки, а что нет. Всем спасибо, кто досматривает до конца, до этих моментов. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставь пальцы, комментируй видео. Всем пока.